Приветствую всех! Ну вот, субботний вечер. Будет прием на ИЛГУ. Радиоприемное устройство. Радиола ИЛГА-302. 1, стерео. Диапазон УКВ начнем. Прием на внешнюю активную антенну. Активная она на транзисторе G310. На одном транзисторе. Питание этого усилителя 7-8 вольт от аккумулятора. Поэтому помех почти нет. Активная часть антенны медный провод длиной 14 метров. Расположен вертикально с 10 этажа до 6. Но на расстоянии 2 метров от стены дома. И через такой усилитель на G310 даже прием на УКВ возможен. И очень даже неплохо, потому что с FM диапазона никаких помех не проникает. Начнем с УКВ. 74 МГц. Никол Самаритян. Диапазон УКВ. Вот она антенна. Показали 75 вон. К обходу УКВ. Антенны. Частота Никол Самаритян в городе Пишемёве. В Казахстане считают, что участевшиеся провокационные напады российских политиков в отношении Казахстана наносят ущерб союзническим отношениям между государствами. Радио Свобода на УКВ. Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в субботу в Москве на 86-м году жизни, сообщил театр «Современник». Гафт окончил школу-студию «МХАТ» в 1957 году, служил в театре имени Моссовета в Московском драматическом театре в Ленкоме, а с 1969 года выступал на сцене «Современника». Он сказал, что в самых известных постановках театра. В 2014 году подпись Гафта появилась под обращение... Радио Свобода вещает по вечерам в УКВ-диапазоне. ...предавал у себя в Фейсбуке депутат Верховной Рады Мустафан Найем. Передатчик недалеко от Кишинёва. Страшены. ...верит России и её правителю. Конец цитаты. Как минимум 7 человек задержаны на 155-й акции в поташку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургалова в Хабаровске. Протестующие, несмотря на плохую погоду, минус 16, собрались на программу. Вот единственная ФМ-станция. Чуть-чуть просачивается. Ну или хохотали просто, друг на друга. Что происходит за 24 дня? Собираются номера и потом будут выкатываться. Чудо Тавербуха его команды и чудо Ледникового Перемёда. ТВ-саунд, аналоговый ТВ-канал, первый канал Молдова. Передатчик находится в Чимишлии, это километров 70-75 от Кишинёва. Приём уверенный. Работают эфицированные настройки. Подключаю эту же антенну активную ко входу с ЦВ-ДВ-КВ. Сейчас пройдёмся по этим диапазонам. Антенна подключена. Длинные волны Кишинёва на ту же активную антенну на Ж-310. Румынская антенна сателла. Марокканская радио 171 кГц. Пару тысяч километров от Кишинёва. Время приёма 20 часов 5 минут. Субботний вечер. Пару тысяч километров от Кишинёва. Пару тысяч километров от Кишинёва. Пару тысяч километров от Кишинёва. . . Перейдём к средним волнам. Продолжение следует... 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 Вот такой прием, перейдем обратно на УКВ. Переключаем антенну. Одна и та же антенна обеспечивает прием. Надвинных, на средних и коротких, филковых. В Украине это городская страна, в которой много промышленных предприятий. Может они отстают? Я знаю, что и вижу, что Рома, ну конечно ты безупречен. Рома безупречен. И соответствовать ему, Регин, тяжело, но вы технически соответствуете ему. Вот такой прием на ИЛГУ-302 во всех диапазонах на одну и ту же антенну активную. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. До новых встреч. Спасибо всем. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok